привет друзья 81 год назад 23 августа 39 года произошло событие которое стало спусковым механизмом самой кровавой трагедии в истории человечества второй мировой войны москве на исходе дня 23 августа был подписан договор о ненападении между германией и советским союзом так состоялся сговор двух крупнейших тоталитарных режимов давший возможность развязывания наикровавейшего конфликта в истории человечества был ли другой вариант развития событий да был в начале августа тридцать девятого года москву прибыла совместная англо-французская делегация с предложением заключения совместного антигитлеровского договора взаимной помощи и из-за ключей советский союз этот договор вся мировая история могла пойти бы совершенно по другому сценарию но истории нет сослагательного наклонения а стали нужна была большая война и так пакт о ненападении подписан и хотя под ним стоят подписи министров иностранных дел германии советского союза фактически это был сговор руководителей государств поэтому многие страны называют этот пакт гитлера-сталина по договору стороны обязывались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае си одна из сторон становится объектом военного действия третьей стороны к этому пакту можно было относиться как совершенно ординарному договору однако к тексту договора прилагались секретные протоколы по которым устанавливалась разграничение территориальных интересов сторон и разделение европы на сферы немецкого и советского влияния тайный протокол был преступным сговором руководителя двух тоталитарных режимов диктатором национал социалистической германии и коммунистического советского союза он предусматривал ликвитацию или лишение суверенитета ряда государств польши литвы и латвии эстонии и удовлетворение территориальных интересов подписантов договора за счет третьих стран через неделю 1 сентября 39 года германия напала на польшу 17 сентября 39 года на польскую территорию с востока зашла красная армия территориальный раздел на и польше между советским союзом и германия был завершен 28 сентября подписанием договора о дружбе и границе ставший логическим завершением тайного соглашения заключенного между москвой и берлином 23 августа 39 года в состав советского союза были включены территории западной украины белоруссии в конце 39 года ссср развязал войну с соседней финляндией так называемую зимнюю или советско-финскую войну за это он был объявлен агрессором и исключен из лиги наций еще 14 декабря 39 года а в 40 году страны балтии бессарабии и северного буквена также были аннексированы советским союзом так началась вторая мировая война самый кровавый глобальный конфликт в ходе которого за 6 лет погибло по разным оценкам примерно 85 миллионов человек по подсчетам института на истории национальной академии наук украины прямые людские потери украины составили от 8 до 10 миллионов человек в течение первых 20 месяцев войны советский союз и германия были союзниками и ссср не обеспечивал германию всеми необходимыми ресурсами для ведения агрессивной войны и к слову последний эшелон советской пшеницы простучал по мосту через западный бук за полтора часа до немецкого нападения на советский союз 22 июня 41 года а уже после этой даты германия и советский союз вступили в военную конфронтацию вошедшую мировую историю как немецко-советская война 41 45-го годов этот конфликт также известен под названием великой отечественной войны но не является торжественным понятию 2 мировая война война между советским союзом и германия была составляющей более широкого географического и хронологически глобального конфликта о чем ранее очень часто забывали вспоминать советские историки а теперь российская пропаганда содержание последствий договоренности которые которые содержались в тайном протоколе к советской германскому пакту изначально были для ссср компрометирующим а потому само существование этих приложений официально отрицалось москвой до 89 года в советские времена и позже вокруг пакта о ненападении сформировалось множество мифов призванных оправдать действия ссср представить их и вынужденными и целесообразными и даже положительными например поскольку следствием соглашения стало расширение территории советской украины некоторые призывают считать соглашение 39 года прогрессивной вехой украинской истории давайте рассмотрим наиболее известные мифы касающиеся пакта молотова-либентропа и попытаемся их опровергнуть и в первый пакт молотова-либентропа послужил делу мира поскольку давал необходимую передышку ссср перед началом войны опровержение напротив соглашение между гитлером и сталиным проложила путь ко второй мировой войне нацистская германия и сталинский ссср перед 39-м годом были государствами в равной степени не удовлетворенными мировым строем сложившимся в результате первой мировой войны имеющиеся в европе границы не устраивали оба диктаторских режима гитлер и сталин стремились расширить подвластной им территории если бы стали не пошел на сговор с гитлером то шансы и решительность германии напасть были бы значительно ниже а значит и меньшая вероятность начала второй мировой войны после раздела польши осенью 39 года ссср формально остался нейтральной страной наладив масштабное экономические и военно-техническое сотрудничество с германией чем помогал ли вести войну против ряда европейских стран раздел польши и аннексия советским союзом балтийских стран привел к появлению протяженной советской германской сухопутной границы именно этим обстоятельством и воспользовался гитлер 22 июня 41 года когда напал на советский союз правда существует версия что германский удар 22 июня был превентивным так как советский союз планировал совершить нападение на германию 6 июля для чего к западной границе перебрасывали живая сила техникой склады снабжения которые были потеряны в первые часы после немецкого нападения к слову очень многие сибирские дивизии не встретили 22 июня в эшелонах на марше и возникает вопрос для чего эти дивизии снимались с восточной границы и перебрасывались назад миф 2 2 мировая война для украины началась 22 июня 41 года опровержение для многих украинцев 2 мировая война началась в первый день 1 сентября 39 года в этот день германия напала на польшу а бомбардировщики люфтваффе бомбили львов в течение сентября 39 года бомбардировки подверглись и другие города галичины в частности драгобыч который в конце концов был оккупирован немцами 18 сентября и передан красной армии 24 сентября тысячи солдат и офицеров украинского происхождения встретили войну в составе войска польского из миллиона польских военных 112 тысяч были украинцами только в течение сентября 39 года в боях погибло около 8 тысяч украинцев граждан польши в то же время а он связывали немецкое нападение с перспективой освобождения спад польского господства а поэтому украинские националисты пытались организовать партизанской войну в тылу а также по продвигались вместе с вермахтом составе добровольческих подразделений 17 сентября 39 года мирное время закончилось также для тысяч украинских солдат которые пересекли восточную польскую границу хотя в боевые столкновения между красной армией и польскими войсками были эпизодическими и незначительными в них также погибали люди это трагедии украинского народа было его распределение между всеми воюющими сторонами миф 3 польский поход на красной армии был жестом помощи братским народам и не согласовывался с немецкими планами раздела польши опровержение введение на территорию польши советских войск 17 сентября 39 года стало следствием договоренности с германией и были агрессии против польского государства риторика необходимость освобождения братьев украинцев и белорусов о единстве украины была ширмой экспансионистских планов высшего руководства ссср не в тексте договора о ненападении между германии и советским союзом не в секретных протоколах разделе сфер влияния не было никакого упоминания о украинцах и белорусах наоборот линия территориального размежевания не совпадала с границами этнических территорий украинцев и белорусов а проходила гораздо западнее по висле через варшаву на этом настоял лично сталин он не заботился о соборности украины и белоруссии а заботился о военно-стратегических интеллекциях советского союза после того как вермахт начал боевые действия против польши мед германии настаивал на вступлении войну советского союза ссылаясь на необходимость оккупации им территорий что считали советской сферы влияния согласно секретному протоколу пакта молотова риббентропа 17 сентября сталин вел в польшу красную армию чем нарушил договор о ненападении между ссср и польши заключенные в тридцать втором году вызвав тот день польского посла к живовского молотов цинично объяснил нападение тем что польское государство и правительство практически перестали существовать но в это время польские войска все еще продолжали оказывать ожесточенное сопротивление вермахту а варшава продолжала оборону до 28 сентября войне против польши ссср и германия вели себя как союзники координировали действия авиации совместно добивали польские части и в соответствии с установленной демаркационной линии уступали друг другу захваченные территории а также провели в бресте совместный военный парад по случаю победы миф 4 благодаря пакту молотова риббентропа восточной и западной украины впервые воссоединились опровержение это воссоединение было не первым новейшей украинской истории и также непродолжительным первым юридическим актом что провозглашал объединение восточной и западной украины был акт воссоединения унр из унр от 22 января 1919 года в отличие от 39 года тогда от имени двух частей украинского народа выступали независимые и равноправные правительства в условиях войны и революции акт 22 января не привел к реальному долгосрочному объединению украинских земель в девятнадцатом двадцатом годах украина была захвачена и разделена советской россии и польшей но и история с воссоединением 39 года почти такая же она длилась меньше двух лет до момента пока германия не оккупировала западные регионы ссср после отступления немцев из украины единство у ссср регламентировалась уже совсем другими международными договорами миф пятый пакт молотова-либентропа служил юридической основой нахождения западной и восточной украины в одном государстве опровержение юридической основой современных украинских границ является международное право обеспечивающие преемственность границ независимой украины с границами бывшей у ссср в свою очередь западная граница у ссср была установлена по итогам послевоенных договоров между ссср и польской народной республикой формально утверждение границы произошло в договоре подписанном 16 августа 1945 года вступившим в силу 6 февраля 46 года фундаментальным основанием для прохождения польско-советской границы были договоренности ведущих стран антигитлеровской коалиции в сорок пятом году на ялтинской и поздамской конференции позже линия границы дважды пересматривалась и получила свой современный вид в 1951 году кроме того следует помнить что по завершению войны в 1945 году у ссср были присоединены земли закарпатской украины которые ранее принадлежали чехословакии что же касается западных границ у ссср 39 41 годов то они не были признаны международным сообществом фактически между 39 и 45 годами западная украина была спорной территории миф 6 денонсация россии пакта молотова-либентропа приведет к возвращению западной украины и белоруссии в состав польши опровержение пакт молотова-либентропа и договор о дружбе и границе между ссср и германии от 28 сентября 39 года уже давно утратил силу собственно эти соглашения стали неактуальными еще тогда когда германия напала на советский союз 22 июня 41 года но кроме этого в соглашении подписанном 30 июля 41 года между ссср и польским правительством в знании тем правительством которое фактически перестало существовать 17 сентября 39 года сталин дополнительно признавал прекращение действия советско-германского соглашения 39 года в части касающейся территориальных изменений в польше современная договорная основа отношений между польшей и украиной основывается на взаимном уважении территориальной целостности и отказе от каких-либо территориальных претензий и резюмировав все вышесказанное хочу отметить что сталинская дружба с гитлером очень дорого обошлась как советскому союзу в частности так и мировому сообществу в целом все я закончил теперь можете кричать класс комментировать ставить лайки и подписываться на канал стал дронов вам все равно а мне приятно ну все пока пока